Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. С этого видео мы начнём разговор о брожении и доброживании. На эту тему выйдет несколько видео. В этом видео рассмотрим пивоваренные дрожжи. Однако, прежде чем мы перейдём к пивоваренным дрожжам, коротко поговорим, собственно, о брожении и доброживании. Охлаждённое сусло, свободное от взвесия, является промежуточным продуктом, который перерабатывается в пиво брожением, которое осуществляется с помощью пивных дрожжей. В России пивоваренная промышленность работает на двух типах брожения, на верховом и на низовом. Верховое брожение, оно изначально было главным методом пивоваренного брожения, а потом стало вспомогательным. То есть, в начале пиво бродит верховым брожением. Мы это позже более подробно рассмотрим, когда будет видео про брожение и доброживание. А со временем во многих странах мира перешли на низовое брожение при более низких температурах. Для пивоваренного низового брожения типичен процесс в две фазы. В первой фазе сусло охлажденное до температуры сбраживания, в России это от 5 до 9 градусов Цельсия, происходит бурное и продолжающееся короткое время от 6 до 14 дней брожения. При котором температура, как правило, поднимается до 10 градусов Цельсия. Образующийся углекислый газ свободно переходит в воздух или улавливается и используется. Линия по переработке углекислого газа рассмотрена ранее в другом видео, с которым вы можете ознакомиться на канале в плейлисте «Машины и аппараты пищевых производств». Во второй фазе, по времени более продолжительной, от 21 дня до нескольких месяцев, которое называется дображиванием, молодое пиво в закрытых лагерных танках, или сокращенно лагертанках, насыщается при очень низкой температуре от минус 0,5 до плюс 3 градусов Цельсия. И уже довольно долгое время, наряду с классическими методами периодического, так называемого стационарного брожения, внедрены непрерывные брожения и дображивания. Для того, чтобы сделать технологический процесс более экономичным и одновременно ускорить его. Брожение такого типа протекает в непрерывном потоке, в котором существенно не изменяется ни концентрация питательных веществ и продуктов метаболизма дрожжей, ни некоторые другие факторы. Активность бродильной культуры удерживается главным образом благодаря неизменяющейся в зависимости от скорости течения среде. Пивоваренные дрожжи. Классификация. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению классификации дрожжей, следует отметить, что я не специалист в названиях культуры дрожжей, которые обычно дается на латинском языке. Поэтому, когда я буду называть какие-то дрожжи, то внизу, вот здесь, будут появляться субтитры, которые будут пояснять, какую именно культуру дрожжей я имею в виду. И вы можете, соответственно, потом найти эту культуру, допустим, в интернете и прочитать про нее что-то более подробно. Итак, пивоваренные дрожжи, как и все дрожжи, это одноклеточные организмы фунги, без хлорофила, которые по морфологическим признакам относятся к классу грибов, подкласс Аскомицетис, семейству Сахаромицетацеи, Индомицетацея, рода Сахаромицис. По способности сбраживать разные сахара, которые имеют значение для классификации рас, Кацкова-Краткохвилова относит пивоваренные дрожжи ко второму типу, которые сбраживают мальтозу и сахарозу, включающему группу Серевисияя, которая сбраживает рафинозу только на одну треть, и группу Карлсбергенсис, которая сбраживает рафинозу полностью. Сахаромицеса Серевисияя образует в бродящей жидкости суспензию, которая не выделяется хлопьями, не агглютинирует и не осаждается, не седиментирует. При брожении она поднимается к поверхности бродящего сусла и образует на ней густую пену, которая должна быть вовремя удалена, собрана. Поэтому она называется верховыми дрожжами, и пиво, для производства которого они были использованы, называется пивом верхового брожения. Верховое брожение протекает при высоких температурах, в разных странах по-разному. Например, в Чехии от 10 до 25 градусов Цельсия. В России обычно верховое брожение от 13 до 17 градусов Цельсия. Но при температуре ниже 10 градусов Цельсия такое брожение обычно прекращается. Сахаромисис карлсбергенсис при брожении агглютинирует и оседает на дно бродильного чана, где собираются и образуют к концу брожения более или менее прочный осадок. Поэтому технически они обозначаются как дрожжи низовые и соответствующее пиво является пивом низового брожения. Брожение, вызванное ими, хорошо протекает и при низких температурах от 6 до 8 градусов Цельсия. Брожение приостанавливается только при 0 градусах Цельсия. Физиология причин разного поведения дрожжей обоих типов не установлена. Однако известно, что верховые дрожжи при размножении почкованием не отделяют тот час дочерние клетки. А образуют группы клеток, которые выносятся на поверхности с закрепившимся на них пузырьками углекислого газа. Предполагается, что клетки веховых дрожжей несут противоположный электрический заряд, чем пузырьки углекислого газа. И поэтому взаимно притягиваются. У низовых дрожжей предполагается одинаковый заряд. Так что дрожжевые клетки с пузырьками углекислого газа взаимно отталкиваются. Согласно другому объяснению, прилипание группы клеток к пузырькам углекислого газа приписывается более высокой поверхностной активности верховых дрожжей. Для отличия верховых от низовых, невысокая температура при блажении, ни подъем клеток к поверхности бродящей жидкости не является абсолютно надежным признаком. Это происходит потому, что верховые можно постепенно приспособить адаптировать к низким температурам, при которых они, если слой бродящей жидкости низкий, часто не поднимаются к поверхности, как при высоких температурах. И наоборот, разная способность сбраживать рафинозу является относительно надежным различающим признаком. В ферментной системе низовых дрожжей, которые обозначаются как саха карлосбергенисис, находится инвертаза и милибаза, а у верховых серевисаи только инвертаза. Верховые сбраживают рафинозу только на одну треть, так как инвертаза гидролизует трисахарид рафинозы до моносахарида фруктозы и дисахарид милибиозы, которые не сбраживаются прямо, а только после гидролиза в моносахарид, глюкозу и галактозу, которую катализирует милибиоза. Верховые характеризуются высокими коэффициентами респирасы. После предварительной аэробной культивации в глюкозе. Тем самым они отличаются от низовых. Это различие вызывается присутствием янтарной дегрогеназы. Сукинодегидрогеназы в верховых дрожжах. Этот фермент функционально связан с цитохромом С и с дыхательным ферментом Варбурга. Низовые дрожжи его не содержат. Его отсутствие в них носит адаптивный характер и этим в частности объясняется меньшая способность к размножению у низовых дрожжей, чем у верховых. На пивоваренных заводах применяется культура низовых дрожжей, например, сахаромицис карлосбергенсис хансен, получаемых размножением чистых культур. Отдельные расы этого вида являются на заводах дрожжами культурными. Все остальные считаются дикими. Осадок, который собирается после окончания брожения садна бродильного чана, называется пивными дрожжами. Полученное ядро, то есть средний слой, называется маточными дрожжами. Структура дрожжевой клетки, морфология и цитология. Низовые пивоваренные дрожжи сахаромицис карлосбергенсис хансен – это одноклеточные микроорганизмы. Чаще всего овальной или круглой формы размером от 5 до 10 на от 5 до 13 микрометров. При соотношении длины к ширине от 1 до 2. Форма и размер колеблется в зависимости от функции клеток, которая зависит от состава и свойств среды. В среде требуемого состава отдельные расы пивных дрожжей морфологически очень стабильны. Неблагоприятный состав сусла и многократное использование проявляется в потере исходной выровненности дрожжевых клеток в культуре. Как по форме, так и по размеру. Технологическое влияние морфологических изменений вытекает из того, что форма и размеры клеток определяют общую площадь поверхности клеток, которая осуществляет обмен веществ – метаболизм. Средняя поверхность дрожжевой клетки равна приблизительно 150 микрометров. При сбраживании 1 гектолитра сусла пол-литра густых пивных дрожжей на 1 мл сусла приходится около 15 миллионов клеток. Из этого вытекает, что общая поверхность дрожжевых клеток, содержащихся в 100 мл сбраживаемого сусла, измеряется приблизительно 22500 квадратных метров. При условии 4-х кратного размножения дрожжей активная площадь поверхности в стадии завитков возрастает до 90000 квадратных метров. Эта огромная поверхность обеспечивает обмен веществ от дрожжей клеток. Можно классифицировать технические расы, соответствующие основной характеристике вида на 4 группы по отношению длине к ширине. Первая группа – большие овальные клетки. Отношение длины к ширине от 1,2 до 1,6. Вторая группа – подгруппа А. Среднего размера круглые клетки. Длина к ширине равна от 1,1 до 1,2. Подгруппа Б. Отношение от 1,2 до 1,4. Третья группа – небольшие клетки. Длина к ширине равна от 1,1 до 1,2. Последняя группа имеет несколько представителей и малохарактерна для вида дрожжей сахар Карлсгенсис Хансен. Разница между отдельными группами в целом ограничивает изменчивость внутри вида. Если при оценке устанавливается длина к ширине больше, чем 1,6, речь идет о расе из группы Карлсбергенсис в широком смысле. Дрожжевая клетка состоит из протоплазмы, ядра, нуклеос, корион. Клеточные плазмы, цитоплазмы и оболочки, окружающие всю клетку. Клеточное ядро вместе с плазмой считается носителем жизни клетки. Его деление обеспечивает размножение дрожжей. Оно содержит хромосомы, состоящие из генов, которые определяют основные наследственные свойства. Ядро дрожжей круглое диаметром от 1,7 до 1,8 микрометра. Оно жидкое и при определенных условиях приобретает особую структуру – реттикулум. Микроскопическое ядро видимо только после окрашивания с помощью особой техники. В качестве основного составляющего оно содержит нуклеопротеины, преимущественно дезоксиривонуклеиновую кислоту. Окрашивающимся компонентом ядра является хроматин – кариотин. Пространство между телами хроматина заполняется ядерной плазмой – кариоплазмой. Клеточная плазма – это коллоидный раствор преимущественно белкового характера. Со значительным содержанием воды, заполняющим все пространство клетки. При 50-60 градусах Цельсия плазма коагулирует и клетка умирает. Плазма не гомогенна. Ее структуру – крупнозернистая, мелкозернистая, неопределенная – определяют присутствие других неживых веществ, содержащихся в собственно плазменном веществе в виде зерен, тел, волокон, полостей и т.д. Эти структурные части плазмы частично видны при обычном микроскопировании в пропускаемом свете, вакуоле, жировые капли, другие после окрашивания – зерна гликогена, валутина и т.д. или при наблюдении с помощью фазового контраста – митохондрия сферозомы. Вакуоле – это полости, образующиеся в плазме при старении клеток. Они заполнены жидкостью и ограничены тонопластом, то есть слоем из белков и липоидов. В жидком содержимом вакуоле имеются электролиты, белки, жиры, сахариды, валутин и некоторые окислительно-восстановительные ферменты. Гликоген – полисахарид структурно подобный амилопектину. Это резервное вещество, которое собирается в молодых клетках при хороших условиях питания. При наиболее интенсивном развитии дрожжевые клетки могут содержать до 20% гликогена. В стареющих и старых клетках его мало. Для определения физиологического состояния дрожжевых клеток микроскопически определяется содержимое гликогена путем окрашивания. Валутин – метахроматин. По представлению Мейера, это кислое или насыщенное соединение нуклеиновой кислоты с основанием. Оно содержит также азот и фосфор. Мейер предполагает, что валутин – резервное вещество дрожжей – это вакуолярный коллоид полифосфатного характера. А образующие зернышки – легко окрашиваемые. Например, метиленовым синим в темно-синий цвет, иногда фиолетовый, почти красный. Роли валутина в дрожжевых клетках до сих пор неясна. Валутин накапливается в дрожжах при брожении, и его содержание зависит главным образом от содержания фосфора в сусли. В среде без фосфорных соединений дрожжевые клетки утрачивают валутин. Клетки с высоким содержанием валутина имеют более высокую сбраживающую способность. Жир присутствует в дрожжевой плазме в виде мелких капелек, резко преломляющих свет. В дрожжах жир содержится с одной стороны как запасное вещество, образующееся из белков и сахаридов. С другой как жир дегенеративный, который появляется в старых клетках. Митохондрии, хондриозомы, образуют в плазме системы изменяемой формы, слабо преломляющие свет. Заметные только при применении фазового контраста. Они играют большую роль в образовании клеточных ферментов. Другие структурные образования плазм, которые отличаются от митохондрии лишь при окрашивании янусовой зеленью. Было высказано предположение, что речь идет только о другой стадии развития того же самого клеточного органа. Клеточная оболочка образует внешнюю оболочку клетки. Она прозрачно и эластично приспосабливается к содержимому клетки. При старении клетки и потере ее запасных веществ клеточная оболочка сморщивается. Исследования показывают, что она состоит главным образом из разных полисахаридов и содержит каучкообразные вещества и немного хитина. Клеточная оболочка состоит из нескольких слоев различной толщины. Слизистая поверхность влияет на флакуляцию дрожжевых клеток. Важным свойством внутреннего слоя клеточной оболочки является ее проницаемость. Семипермиабилита. То есть способность пропускать в обоих направлениях только определенные вещества. Продукты питания клетки и продукты метаболизма. Функция клеточной оболочки зависит от физиологического состояния клетки. Изменением проницаемости клеточной оболочки регулируются метаболитические процессы в клетке. На это влияет также внешние изменения. Оболочки мертвых клеток легко пропускают некоторые красители, которыми окрашивается клеточная плазма. Оболочки живых клеток не пропускают красители. Окраска метиленовый синий используется для микроскопического определения числа мертвых клеток в технических культурах пивных дрожжей. Дрожжевую клетку всегда следует рассматривать как целая. Функциональные отношения между клеточным ядром, плазмой и оболочкой очень сложны. Размножение и рост дрожжей. Пивоваренные дрожжи в нормальных условиях обычно размножаются почкованием. И лишь очень редко делением клеток или спорообразованием. Размножению каждой клетки предшествует деление клеточного ядра. Прямое деление ядра амитаза. Это форма, при которой ядро просто распадается на две части без участия хромосом. При непрямом делении метозе ядро делится с хромосомами так же, как у высших животных растений. Это сложный процесс, в котором различают 4 фазы. В начальной фазе, профазе, клеточное ядро освобождается и появляются хромосомы. Их число у каждого вида дрожжей постоянно. Они распределяются и на них появляется продольная черта, по которой они позже делятся. В метафазе ядерная оболочка растекается и хромосомы стягиваются в экваториальной плоскости, где располагаются кольцом. В начале анофазы хромосомы делятся продольно и гомологическими парами поднимаются и направляются к полюсам. То есть к местам будущих ядер. В телофазе хромосомы опять исчезают и образуются дочерние ядра, которые покрываются оболочкой. Вегетативное размножение. При почковании материнская клетка образует почку, которая вырастает в дочернюю клетку. У низовых пивоваренных дрожжей дочерняя клетка отделяется, как только достигает определенного размера. В то время как у верховых дрожжей не отделяется сразу, а образует клеточное соединение кустообразной формы. Культурные пивные дрожжи почкуются всегда полярно, если они круглые. Каждая клетка может почковаться многократно. В месте отделения дочерней клетки на материнской клетке остается заметный шрам. По количеству этих шрамов, хорошо видимых под электронным микроскопом или флуоресцентным микроскопом после окрашивания, можно судить о возрасте клетки. Условием размножения клеток является культивация в среде, содержащей все необходимые питательные вещества, сахариды, азотистые минеральные вещества и факторы роста в необходимом количестве. Такой средой является пивное сусло. Рост дрожжевой культуры лучше всего заметен по кривым роста, выражающим зависимость числа клеток в единице объема среды от времени. По их ходу различают обычно 4 фазы роста. Первая. Латентная фаза. Латентный значит скрытый. Начальная стационарная фаза или лагфаза, в которой культура в течение нескольких часов приспосабливается к новой среде, прежде чем начинается рост. Латентная фаза обычно по времени совпадает с индукционным периодом спиртового брожения. Второе. Логарифмическая фаза характеризуется наиболее бурным ростом культуры, которая размножается по логарифмической кривой. Так что прирост наибольший. В этой фазе спиртовое брожение еще в индукционном периоде и только позднее происходит разбраживание. В производственном брожении оно всегда оканчивается в стадии образования белых завитков. Максимальная стационарная фаза отвечает достижению границы роста кривой и прирост начинает падать. Молодые клетки подрастают и выравниваются морфологически, физиологически. Спиртовое брожение достигает высшей точки, а активность ферментов ослабевает. В производственном брожении эта фаза совпадает со стадией белых завитков. Четвертое. Фаза замедления, ингибиции роста наступает под влиянием скопления в среде метаболитов и снижения концентрации сахаров. Рост дрожжей замедляется и наконец прекращается. Температурный оптимум размножения и роста дрожжей находится между 25 и 30 градусами Цельсия. При температурах выше 40 рост прекращается и клетки умирают. Низкие температуры, при которых проводится низовое брожение, замедляет рост, однако дрожжи не портятся. Очень низкие температуры лучше выдерживают прессованные дрожжи, чем живые. В пивном сусли удовлетворительного состава количество дрожжей, использованных для сбраживания, не оказывает существенного влияния на количество дрожжей, полученных при брожении. При концентрации сахара в среде от 20% и выше дрожжи не размножаются и не бродят. Это объясняется плазмолизом дрожжевых клеток под влиянием высокого астматического давления. Только дрожжи осмофильные выносят более высокую концентрацию сахара. Из метаболитов рост дрожжей замедляют углекислый газ и этанол в концентрации, начиная с 6%. Только некоторые виды пивных дрожжей выносят концентрацию до 10%. Это зависит от физиологического состояния дрожжей и от состава сусла. Высокая концентрация сахара, низкий PH, повышенная температура снижают стойкость дрожжей в отношении спирта. Высшие спирты, образующиеся при брожении, в значительной мере подавляют рост дрожжей. Тяжелые металлы, железо, медь в незначительных количествах до нескольких миллиграммов активизируют размножение дрожжей, а большие количества этих же металлов его подавляют. Ни большие количества железа и меди, обычно содержащиеся в производственном сусли, не влияют на рост дрожжей. Нитраты, образующиеся при восстановлении нитритов из производственной воды при концентрации свыше 25 миллиграмм NO3 на литр, могут тормозить низовое брожение. Спорообразование и наследственные свойства. Пивоваренные дрожжи, как уже было сказано, образуют споры с трудом. Однако проводились исследования спорообразования как метод для получения мутантов с измененными свойствами. Дрожжи образуют споры, если долгое время выдерживаются в неблагоприятных условиях, например, на гуске гипса или на агаре, бедными питательными веществами. Дрожжи образуют шарообразные споры небольшого размера, 2-3 микрометра, содержащиеся в сумке, аскус, чаще всего по 4 штуки. Споры более стойки к вредному действию высоких температур и антисептиков, и к афтолизу. При перенесении спор в среду, обеспечивающую хорошие условия питания, споры прорастают и образуют новые клетки. При прорастании спор без предварительной копуляции образуются более мелкие, так называемые редуцированные формы, а нормальные большие клетки образуются после копуляции редуцированных форм парами. Пивоваренные дрожжи и большая часть остальных промышленно важных дрожжей содержат в клеточном ядре все хромосомы по паре, так что они диплоидны. При вегетативном размножении клеток делением, каждая хромосома делится вдоль на две части метоза. Половина остается в материнской клетке, а другая половина переходит в дочернюю клетку, которая следовательно тоже диплоидна и поэтому сохраняет наследственные признаки материнской клетки. При спорообразовании в сумке образуются сначала 4 ядра, из которых каждая содержит только по одной хромосоме, так что они диплоидны. При сгущении плазмы вокруг каждого ядра образуются споры, аскоспоры, морфологически одинаковые. Однако физиологически они отличаются своими хромосомами, которые образовались при делении пар типа А-Альфа. Так что две содержат хромосомы типа А, а две другие типа А-Альфа. В зависимости от жизненных условий две из четырех спор сумки тотчас взаимно копулируют или прорастают в гаплоидные единицы. Генетически разнополые единицы, гетерофалические, могут соединяться А плюс Альфа. И из них взойдет следующее диплоидное потомство А-Альфа. Под действием некоторых влияний могут образоваться культуры с большим числом хромосом, полиплоидные, например, триплоидные, тетроплоидные и т.д. Такие клетки бывают большими и считаются полиплоидными мутантами. При половом размножении образуются мутанты и гибриды с собственными, а отличными от исходной культуры свойствами. Искусственное скрещивание при копуляции спор было использовано для получения новых рас. В условиях производства и в культурах искусственно выращиваемых, как правило, не происходит полового размножения. Пивоваренные дрожжи из лабораторных культур большей частью утратили способность к спорообразованию в результате образования стерильных мутантов. Условия для самопроизвольного полового размножения дрожжей, применяемых в промышленности, не изучены. Однако, если нужно сохранить у технических культур исходные свойства расы, то половое размножение в культурах нежелательно. Наследственные признаки дрожжей можно до определенной степени изменять также отбором спонтанно образующихся мутантов искусственным вмешательством, вызывающих мутацию. Например, действием химикатов или разными видами облучения. Так получаются биохимические мутанты с вновь созданными или обновленными способностями синтезировать одно или несколько веществ, необходимых для роста. А также мутанты, которые утратили эту способность. Наблюдалось также образование мутантов путем изменения состава цитоплазмы, вероятное митохондрий. Мутации такого типа встречаются чаще, чем мутации генов. И обычно их вызывает потеря какого-нибудь фермента, который дрожжи уже не может синтезировать. В этом видео мы рассмотрели структуру дрожжевой клетки и морфологию, а также классификацию пивоваренных дрожжей. Спасибо за внимание! Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, если вам что-то непонятно или если вы не согласны со мной и хотите оспорить какие-то положения этого видео. На этом я с вами прощаюсь, желаю всяческих успехов и до новых встреч!